приветствую всех и сегодня у нас видео по настройке natd почему natd мы в будущих видео будем делать настройку natd с помощью ip firewall но данное видео я решил уделить именно демону natd в том смысле что он очень легко настраивается то есть основное его преимущество в простоте да он не так совершен ну так хорошая по сравнению с ip firewall над он выдерживает меньше нагрузки но опять же это простота настройки что ж давайте приступим так и первым делом у нас есть сервер freebsd сейчас посмотрим версия версия 11.1 так и сейчас мы начнем собственно саму настройку у нас есть конфиг rk-conf но здесь много всего другого это уже так сказать мини рабочая лошадка в том числе здесь как видите настроена же bsi это моя утилита для работы с гипервизором behive ну и также здесь есть какие-то другие настройки которые принципе мне важно самое главное мы сейчас будем настраивать именно сам над также у нас есть еще тестовая машина сейчас пока я не включил с помощью то есть куда мы будем откуда мы будем пробраться в наши адреса и куда опять же будем поставлять то есть через что мы будем транслировать через наш сервер на эту тестовую машину трафик вот ну собственно давайте начнем настройка natd я бы сказал чрезмерно проста для этого заходим в главный конфигурационный файл чтобы вам было более понятно что мы именно эту секцию настраиваем заем наш к наш конфигурации над дим и нам здесь надо прописать по сути три строчки это gateway enable enable yes то есть у нас по сути мы делаем маршрутизатор на базе нато то есть в частности почему использовали сейчас нади это дабы решить одну проблему с конфигурацией сетевых интерфейсов с гипервизором behive то есть если допустим нас иметь два интерфейса именно ethernet то с ними проблем не будет еще будет корректно работать через мост если допустим использовать у нас именно допустим взять оборудование такой как ноутбук или ноутбук но в частности у меня ноутбук на нем установить фрибсд и далее настроить там бихаев то если вы захотите объединить два сетевых интерфейса таких как ethernet интерфейс и интерфейс вай фай то есть вай фай адаптер у вас мало что получится часто раньше эту проблему решал также было видео добавлением создание внутренней сети на виртуальных машинах и добавлением это эту сеть в говорим на главном раздающем устройстве интернета на роутере именно там прописание под сеть и либо второй вариант обращенно это создание нато и спокойным использованием сказать наверное нос на виртуальных машинах через над так ну что мы собственно и делаем далее мы включаем наш нади так и также мы прописываем имя нашего где интерфейс у меня это вела 0 так ну все в принципе с этим мы закончили и да лишь нам остается сделать это только перезапустить наш сервер и посмотреть что у нас конфигурация настроена перезагружаем наш сервер также забыл сказать что нам нужно еще включить ipfw то достаточно прописать две строчки firewall enable yes и firewall type open если вы уже перезагрузились то и потом уже внесли эти строчки то вам достаточно просто стартануть ipfw если делать это сказать заново то мы просто перезагружаете серверы и все настройки уже будут применены также хочу обратить внимание что так все настраивается через бридж в бихаев собственно здесь я еще у меня еще указан для бриджа ip адрес видите из подсети 10 010 то есть айпишник 10 01254 с маской 24 вот и соответственно машины виртуальными из той же по сети собственно если она уже тестовая машина нас айпишником 10 011 14 я уже выключил сейчас мы заново включим так и подождем пока она загрузится можем сейчас что-то наблюдать нацать по поводу графической в графического интерфейса для бесса и пока что еще в процессе там уже много работы сделано но все еще продукт не закончен так что надо его доделывать вот собственно давайте подключимся к нашей виртуальной машине попробуем что-нибудь пропинговать у нас пингуется наш вот наш на дефол тот который мы указали здесь же в настройках то есть это наш шлюз для этой виртуальной машины собственно все трансляция через над тоже работает так ну собственно также мы можем здесь пробрасывать порты который нам который мы хотим допустим мы сделали несколько виртуальных машин на одной подняли веб-сервер на другой сделали как это другой сервис в т.п. неважно и то есть мы можем каждый сервис пробросить на нашем сказать главное сервере где нас находится ну тоже самое гиперезда вас не либо просто серверу который шлюз на нем настроить правила проброса делается это через конфигурационный файл на d.conf можно конечно другое имя задать здесь указывается именно порт который айпи адрес который вы хотите и порт как хотите пробросить то есть допустим здесь стоит от игры minecraft порт 25 565 но указывается соответственно какой у нас протокол tcp айпи адрес под который находится на самом сервере и под который мы будем выдавать на нашем шлюзе собственно вы конечно можете их изменять вот и также в прописывается строчка с указанием этого конфига в rk.conf то есть это на d.flex с ключом минус f и здесь указываете где находится конфигурационный файл все далее вы можете просто перезагрузить сервер чтобы настройка применилась и ваш проброшенный порт уже будет работать собственно небольшое видео по настройке над d в будущих видео планирую уже снять видео по ip firewall над то есть чтобы тоже мне представление как он настраивается и имеется в своем арсенале все всем спасибо за просмотр всего хорошего до свидания спасибо 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 Продолжение следует...